В субботу на стадионе «Металлург» состоялся международный турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти выдающегося видновского игрока Александра Цыганкова. С момента гибели футболиста прошло 7 лет, и все это время его коллеги и друзья ежегодно организовывают эти соревнования. Но не только для того, чтобы почтить память о своем товарище, а чтобы быть примером для юных футболистов. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Свой путь к спортивным вершинам Александр Цыганков начал еще в юном возрасте. Играть в профессиональный футбол он учился в детской спортивной школе ЦСКА. Сменив за свою жизнь немало футбольных клубов, последним для него стал видновский ветеранский клуб «Металлург». Долгие годы он был его капитаном и бесспорным лидером. В нашем городе, а то и в районе, и даже, возможно, в области, это стопроцентная комета, которая оставила след. В пятерку лучших игроков видно, этот человек возглавляет стопроцентно. Он играл и в команде мастеров и кривбаса, и еще в нескольких чемпионатах СССР. Очень техничный, очень подвижный человек, отличный. Семь лет назад по инициативе Владислава Рымши, зятя Цыганкова, впервые был организован турнир, который теперь стал традиционным для нашего города. Тогда никто даже не подозревал, что он будет ежегодным и тем более международным. Семья Александра Павловича очень благодарна людям, которые проявляют искренний интерес к турниру, участвуют в нем и не забывают своего друга и учителя. Для нас, как для родственников Александра Павловича, это очень ценно, это очень внимание, это очень важно. Есть такая поговорка, либо пословица, пока человек и помнит, он жив в наших сердцах. Поэтому для семьи это очень важно. Победить в таком турнире – это особая честь для каждой участвующей в нем команды. И лестно, что из года в год выиграют видновские ветераны. На этот раз первое место взял исток. Ее капитан Алексей Исаев – ученик Цыганкова. Именно дядя Саша в своем время научил Алексея о замфутболе. Победы для нас значит много. Мы все его помним и все победы посещаем ему. Всего в этом году в турнире приняли участие шесть команд. В частности, две из них – это игроки из Сербии и Черногории. Они посещают наш город уже во второй раз. А некоторые спортсмены, например, составы команд «Союз» и «Металлург» – это близкие друзья Цыганкова. Должно быть больше таких мероприятий, которые позволяют не только развивать спорт и пропагандировать его среди молодежи, среди жителей города, но и сплачивают людей, действительно настраивают на позитивную волну и даривают эти хорошие эмоции, которые в последнее время очень важны всем нам. Смотря на этих ветеранов, которые с таким юношеским энтузиазмом борются за победу, понимаешь, судьба у турнира еще очень долгая и насыщенная. А память об Александре Цыганкове будет жить вечно в сердцах горожан. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.